Здесь болельщики как на Мундиале. Своего конкурсанта поддерживают сильнее, чем любимую команду. Оценивают строго. В числе судей, представителей краевой власти, городские общественники, социальные партнеры и руководство завода. Вы помните, с чего мы начинали? Мы сажали деревья, мы рисовали фрески на домах. Сейчас у нас еще больше идей. Мы хотим сделать парк, мы хотим сделать красивым наш двор, мы хотим сделать счастливыми наших детей, наших ветеранов. Это действительно очень важно. Конкурсантов проверяли на смекалку и знания стратегии компании. Вместе с тем они презентовали свои социальные проекты. Сбор донорской крови, строительство детских и спортивных площадок, ремонт актового зала в общежитии для ветеранов. Все инициативы реализованы в рамках корпоративной программы «Стальное дерево». Финансовую поддержку оказал благотворительный фонд «Милосердие». Звание молодого лидера «Алтай-Кокса» удостоилась Ирина Канаева, которая открыла развивающую комнату для особенных детей в Заринском детском саду. Я знала, что мой проект сильный, и я его делала от сердца, но чтобы на первое место я не думала. Я рада, я очень горжусь тем, что я сделала, и буду гордиться всегда. Победительница и еще два призера конкурса получили дипломы и денежные награды. Ведь улучшение качества жизни и городской среды – действительно достойные задачи для молодого лидера.